Доктор Дядя Миша Русский язык. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач. Сейчас на пенсии. А это мой друг. Немецкая овчарка Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей. Веру и Фому. Они брат и сестра. Верочка учится в четвертом классе, а Фома в девятом. Он помогает сестренке в учебе. А если вопрос сложный, стараемся разобраться вместе. А вот и они. Да-да, сейчас открою. Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Добрый день, Дядя Миша. Приветствую вас, друзья мои. Проходите в комнату. Чай уже готов. Спасибо. Я вам сегодня сливовый пирог испек. Как раз вчера с дачи вернулся. Слив в этом году уродилась. Тьма тьмущая. И у нашей бабушки тоже. И слив, и яблок, и тыквы огромные. Да, мы как раз ездили в деревню, помогали собирать. Ммм, доктор. У вас очень вкусный пирог получился. Ммм, да, очень. Спасибо. Я рад. Ешьте на здоровье. Ну, рассказывайте, какие у вас новости? Первые недели учебного года мы повторяем то, что изучили раньше. Это замечательно. Я только не понимаю, почему ты так грустно вздыхаешь? Вера вызвалась делать сообщение на уроке русского языка по теме виды предложений, по цели высказывания и по интонации. Так, и? Учительница сказала, что нужно подобрать какие-то примеры из художественных произведений по теме осень. А я, кажется, не рассчитала свои силы. Да. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Доктор, это из Евангелия строчки. Верно, Фома. Вы хотите сказать, что мне раньше надо было думать, а я поторопилась, да? Не подумала, смогу ли справиться? Конечно, Верочка. Господь призывает нас не торопиться и всегда рассчитывать свои силы. И что же мне теперь делать? Извиниться перед учительницей и сказать, что я не смогла? Да, можно было бы так сделать, но не в этот раз. И не потому, что задание надо выполнить любой ценой, а потому, что у тебя есть мы, твои друзья. Мы тебе поможем. Спасибо. Знаете что, давайте мы с вами навестим одну мою хорошую знакомую. В возможной реальности нас Алтай переместит. На этот раз в нашей, обычной. И переместит нас туда обычный автобус. Тут всего две остановки проехать. Алтай нас дома подождет. Тогда идем. Это же наша взрослая библиотека. Я тут еще не была. Я тоже. Мы пока в детско-юношескую ходим. Михаил Гаврилович, здравствуйте. Уже прочитали книгу? Быстро. А что это за ребята с вами? Добрый день, Виктория Владимировна. Нет, книгу еще не закончил. А это мои друзья Верочка и Фома. Здравствуйте. Добрый день. Рада с вами познакомиться. Я много о вас наслышана. Виктория Владимировна, нам нужна ваша помощь. Всегда рада. Что случилось? Мне нужно подобрать хороший пример из литературы, чтобы там были разные виды предложений. А то я в них что-то запуталась. И из произведений ничего в голову не приходит. С удовольствием тебе помогу. Знаешь что? Поскольку твое задание связано с темой по русскому языку, нам с тобой, Верочка, надо кое-что повторить. Хорошо. Ты помнишь, что такое предложение? Это группа слов, связанных по смыслу. Например, мама пошла в магазин за продуктами. Это предложение. А в магазин, продукты, мама – это просто набор слов. Правильно. А какими могут быть предложения по цели высказывания? Это я немножечко забыла. Я помогу. По цели высказывания предложения бывают повествовательные, побудительные и вопросительные. Верно. Если цель высказывания состоит в передаче информации, то это повествовательное предложение. Какой знак припинания ставится в конце таких предложений? Точка. Приведешь пример? М-м-м. Весна пришла и принесла с собой тепло. Хорошо. Кстати, для повествовательного предложения характерна ровная, спокойная интонация. Спасибо, Михаил Гаврилович. Я думаю, в качестве примера мы сейчас разберем одно стихотворение. Так, где же эта книга у меня? А, вот, нашла. Михаил Гаврилович, прочитайте, пожалуйста, у вас прекрасный талант чтеца. Хе-хе-хе. Ну, что вы. Итак, Алексей Плещеев. Скушная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца, чахлая рябина мокнет под окном, смотрит деревушка сереньким пятном. Молодцы. А я вижу предложение с вопросительным знаком. Что-то рано в гости осень к нам пришла. Если нужно задать вопрос, то используется вопросительное предложение. Это еще один вид предложений. Главная цель вопросительного предложения – получить у собеседника какую-либо информацию. Поэтому в конце вопросительного предложения ставится вопросительный знак. Например, который час? Для этого типа предложений характерно резкое повышение тона на слове, с которым связан вопрос. Кстати, вопрос в предложение включается разными способами, только с помощью интонации и вопросительного знака. Ты замерз? А еще вопросительное предложение часто содержит частицу «ли». Было ли вам страшно? Также в вопросительных предложениях употребляются частицы «разве», «неужели» или вопросительные местоимения и наречия «кто», «где», «зачем», «какой» и так далее. Вера, сможешь придумать примеры? Попробую. Неужели вы не сделали упражнение? Где мой учебник? Молодец. А какие еще предложения ты видишь в этом стихотворении? С восклицательным знаком. Еще просит сердце, света и тепла. Это предложение восклицательное. Оно похоже на побудительное. Их основная задача – побудить собеседника к какому-либо действию. Это побуждение может быть выражено в разных формах. Например, мольба. Очень прошу, позволь посмотреть это кино. Или просьба. Помоги мне, пожалуйста, решить задачу. Или приказ. Убегай немедленно. Или пожелание. Выздоравливай поскорее. В конце побудительного предложения чаще всего ставится восклицательный знак. Ребята, давайте жить дружно. Мне кажется, что это самое известное побудительное предложение. Его кот Леопольд говорил, помните? Да. И мне оно очень нравится. Согласна с вами, ребята. Итак, давайте повторим особенности различных по цели высказывания предложений. Главная цель вопросительного предложения – получить у собеседника информацию. Например, вопрос. Сколько у тебя сегодня уроков? Такой вопрос требует конкретного ответа. Но он может быть и риторическим, то есть не требующим ответа. Как это? Ну вот, например, как в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Ребята, не Москва ль за нами? А еще вопрос может содержать предупреждение, угрозу. Сколько раз тебе можно повторять? Да, такого вопроса сразу становится не по себе. Кстати, в конце повествовательного, побудительного или вопросительного предложений с восклицательной интонацией ставится восклицательный знак. А если эмоции накалены особенно, то таких знаков может быть три. Надвигается буря. Берегись! Давайте вместе прочитаем еще одно стихотворение Алексея Плещеева и найдем в нем все типы нужных нам предложений. Давайте! Тогда я начну, а вы продолжите. Птичка, нам жаль твоих песенок звонких, не улетает нас прочь, подожди. Милые крошки, из вашей сторонки гонят меня холода и дожди. Вон на деревьях, на крыше беседки, сколько меня поджидает подруг. Завтра вы спать еще будете, детки, а уж мы все понесемся на юг. Нет там ни стужи теперь, ни дождей, ветер листы не срывает с ветвей, солнышко в туче не прячется там. Скоро ли, птичка, вернешься ты к нам? Я с запасом новых песен к вам вернусь, когда с полей снег сойдет, когда в овраге зажурчит блестя ручей. И начнет под вешним солнцем вся природа оживать, я вернусь, когда малютки вы уж будете читать. Я нашла повествовательное предложение, нет там ни стужи теперь, ни дождей, ветер листы не срывает с ветвей. А я нашел побудительное, птичка, нам жаль твоих песенок звонких, не улетай от нас прочь, подожди. А я вопросительное, скоро ли, птичка, вернешься ты к нам? Ну что же, Виктория Владимировна, мне кажется, ребята прекрасно справились с заданием. Согласна, вы молодцы. Спасибо вам. Да не за что. Когда подрастете, обязательно приходите к нам в городскую взрослую библиотеку. Обязательно, спасибо. До свидания. Михаил Гаврилович, вы сейчас домой поедете? Нет, ребята, мне нужно еще в магазин зайти. А мы поедем, мне ведь еще доклад нужно написать. Надеюсь, у тебя теперь точно достаточно материала, чтобы выстроить хорошее выступление на уроке. Да. Уверен, что выстроенная тобой башня будет полезна всем ученикам класса. Точно, это вы опять слова из Евангелия вспомнили. Именно так. О, а вон и наш автобус. Вера, нам пора, бежим. До свидания, дядя Миша. До свидания. До новых встреч, друзья мои. Приходите еще. Мы с Алтаем всегда вам рады. Неси Алтай, ошейник свой чудесный. Вновь доктор дядя Миша ждет гостей. Нам предстоит немало путешествий. Вопросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно, вместе с Верой и Фомой.